На юбилейный 10-й региональный творческий конкурс журналистов «Хрустальный журавль» было представлено около полутора тысяч работ. На нынешней церемонии награждения глава региона Олег Ковалев призвал пишущую братью и дальше отстаивать активную гражданскую позицию. После вступительного слова глава региона приступил к награждению журналистов. В профессиональной номинации за лучшую журналистскую работу победила журналист нашей телекомпании «Город» Олеся Харлина. Она взяла «Хрустального журавля» за телеочерк «Дело Вагнера». Документальный проект «Дело Вагнера» готовили несколько месяцев, долго, упорно, с историческими фактами. Это всегда приятно, вот такой результат. Еще одним победителем конкурса «Хрустальный журавль» в специальной номинации «Цени свою жизнь» стала Олеся Котровская, автор и ведущий программы «Время жить». Это проект о последних достижениях в области медицины, спорта и здоровья. Программа родилась недавно, я думаю, она будет востребована. Мы будем приглашать лучших рязанских медиков, ученых, врачей, говорить о новых достижениях медицины, проблемах, открытиях. В номинации «Лучшая тематическая программа» лауреатом конкурса стала автор и ведущей программы «О чем молчит время» Ирина Ковалева. Она получила награду за свои работы об истории удивительных, овеянных тайнами и легендами мест Рязанщины. То, о чем я рассказываю, это наша история, это наши корни, это, в общем-то, то, что должен знать каждый. Мы всегда стремимся уехать куда-то подальше за границу для того, чтобы познакомиться с какой-то древней архитектурой, культурой. Но порой даже не знаем, что в нашей же области существуют такие памятники, которые тоже заслуживают нашего внимания. Мы поздравляем коллег с победой на главном региональном конкурсе профессионального журналистского мастерства «Хрустальный журавль». Желаем им и в дальнейшем крупных творческих успехов и не менее крупных побед.